Согласитесь, если в вашей квартире хотя бы на несколько часов отключают свет, кажется, что жизнь остановилась. А вот жители дома номер 25 по улице Строительной живут без света уже несколько дней. Хотя, как сами говорят, не живут, а выживают. На этой неделе еще в пятницу вечером в подвале дома произошел пожар. Кстати, не в первый раз. Чтобы потушить огонь, электроэнергию в доме отключили. Выгорело четыре силовых кабеля. На момент съемки весь дом оставался без электричества два дня. Естественно, все продукты, которые жильцы хранили в своих холодильниках, испортились. Мы существуем. Мы ходим к чужим людям, просим, чтобы нам сварили детям кашу, и вот набираем второй день два термоса кипятка. Вот у меня, например, трое маленьких внуков, маленькие очень дети. И вы представляете, вчера мы целый день жили вообще на сухомятке, колбасу ели с хлебом, потому что не хочется чужих людей беспокоить. У нас есть, в конце концов, обслуживающая компания. Они должны были давно уже заняться этим. Вы знаете, мы не первый год, мы обращаемся, у нас постоянно что-то горит, выгорает. Они приедут, что-то слепят, скрючат и уйдут. Управляющей компанией этого дома остается горжилфонд. Выполнить свои обязанности, за которые люди платят, причем немалые деньги, никто не торопится. За техобслуживание жители каждой квартиры, а их в доме 99, платят около 1200 рублей ежемесячно. То есть в среднем 150 тысяч рублей со всего дома. С силами горжилфонда очень сложно справиться с ситуацией. Они не принимают никаких усилий для восстановления субботний, воскресный день. Все на дачах, на рыбалках, в лесу. Занимается один электрик и мастер с горжилфонда. На все обращения в разные организации, прежде всего в горжилфонд, мы никаких положительных действий не видим. Вы знаете, обращались к власти нашей муниципальной, и там тоже мы не нашли отклика. Ну что хочется сказать. Конечно, все это очень неприятно. Во-первых, мы исправно платим за коммунальные услуги. Во-вторых, мы являемся гражданами нашего города, и такое безразличие к себе смотреть, очень наблюдать неприятно. Тем более, что я считаю, что вопрос, можно сказать, и аполитичный. Потому что, во-первых, это выходные дни, а во-вторых, все-таки это день единого голосования. И я считаю, что проблема легко могла бы быть решена, если бы местная власть нашла в себе сострадание, откликнуться достаточно сердобольно к своим гражданам. Потому что у нас в городе есть не один горжилфонд, а достаточное количество организаций, которые могли бы в считанные часы решить эту проблему. Жильцы в прямом смысле проклинают руководство своей управляющей компанией. Конечно, они будут обращаться в прокуратуру, но уверенности, что им компенсируют весь ущерб, нет никакой. Продолжение следует...